Если подразумевать под словом спорт именно преодоление каких-то внедорожных препятствий, то, возможно, маркетологи и угадали. А ведь на самом деле очень обидно, потому что машинка-то рулится неплохо, рулевое управление очень острое, подвеска хорошо собранная, в отличие от главного конкурента Renault Duster или Nissan Tirana. Здесь подвеска менее расхлябанная, менее валкая, и машина действительно управляется очень интересно. Сюда бы мотор получше, и тогда было бы все хорошо. Еще одним недостатком, на мой взгляд, является то, что EcoSport не предоставляется в версии с автоматом и с полным приводом. Похожая история была уже и у Renault Duster, но, на мой взгляд, эта комплектация была бы как раз наиболее востребованной. Посему потенциальному покупателю придется выбирать либо автоматическая трансмиссия с передним приводом, либо полный привод, но с механикой. Но так или иначе машина получилась действительно интересной, со своими плюсами и минусами. Очевидно, что у компании Ford на нее далеко идущие планы, учитывая то, что в набережных Челнах уже запущено производство этой модели по полному циклу.